От истоков в 17 веке до глобального форматирования в 2017 году. Про парк Ивановские пруды сегодня рассказывают заместителям глав муниципалитетов, чиновникам из Волоколамска, Клина, Латушино, Солнечногорска и Шаховской. Встреча по вопросам развития городской среды началась с экскурсии по зеленой зоне с точки зрения благоустройства. Прекрасный парк, мы пообщались, еще и с рыбаками пообщались, не только с теми, кто прогуливается по парку. Прекрасный парк. Вы знаете, сто людей, сто мнений, у всех усы разные, но парк прекрасный. Учитывать мнение жителей при благоустройстве обязанность по закону напомнил замминистра области Алексей Беловодов и привел как позитивный пример голосование на портале Добродел. Сейчас эта площадка используется для любых вопросов, будь то выбор дворов, для реконструкции или установки больших губернаторских площадок. Обсуждение темы вовлечения общественности продолжилось в конференц-зале Красногорской администрации, где проходят в том числе очные встречи с жителями по благоустройству, отметил замглавы Всеволод Волосевич. Насущные вопросы любимых парков решаются в телеграм-чатах. Есть информационные стенды с QR-кодами, люди наводят свой телефон, сразу же у них идет ссылка на телеграм-каналы, в которых есть вот эти наши парки, каждый парк в отдельности. Любой вопрос, касающийся содержания или каких-то установки новых мафов, или, не знаю, дополнения, какой-то предпринимательской деятельности, открытие кафе или там недостатка туалета и так далее. Все это живое обсуждение идет. Состоялось оно и в рамках совещания. На встрече жители различных городских округов смогли задать свои вопросы. Представители муниципальных образований не только перенимали опыт Красногорска, но и делились своим в формате коротких презентаций о наработках в сфере благоустройства.